22.05. День всенародной памяти охвяр Великой Айчинной войны и геноцида беларуского народа. В 12.00 по всей Беларуси отбылась огульно-национальная хвилина молчанья. А ровно в 4 часа ранее на мемориальном комплексе Буйницкое поле отбылась молодежная патриотичная акция «Звон смутку», с которой стартовал международный молодежный патриотичный проект «Дорогами памяти и славы». Акция «Звон смутку» – это данина памяти и поваги оборонцам и вызволенцам Айчины. Усим тым, чей лес закранула страшная кровопролитная война с фашизмом. Миновата тому, в этот день сегодня на Буйницком поле собралось более 5000 человек. Это те, кто ведает докладно, что наша сила в исторической памяти и правде. 83 года тому, в этот день перевернул лес и миллион человек. Фашизм, коричневая чума принес на нашу землю смерти гора. Однако горочь страты и геноцид белорусского народа немае терміну дауніны. Беларусь памятая. Памятая жорсткая карная операция нацистов, знищенная везки испаленных и расстрелянных мирных жихаров. И в этот час усе мы разом, представники областных и городских уладов, депутаты национального схода Беларуси, працонных коллективов, молодь, деля мирной будущине. Миновата с мемориалом на Буйницком поле стартовал международный молодежный проект «Дорогами памяти и славы». И он проходит третьим разом и стал одной из самых масштабных и значных молодежных инициатив. Всю лето проект собрал 80 молодых людей из Могилевской области и 10 регионов России. Уже есть небольшое волнение, поскольку это очень серьезное путешествие. Пережить все то, что переживали военнослужащие в те времена, побывать на тех памятных местах, увидеть все могилы, мемориальные комплексы. Это, думаю, очень будет трогательно, чувственно. Зная подвиги наших героев, мы понимаем, что именно мир надо ценить и ни в коем случае не надо опускаться до страшного слова «война», не надо мыслить жестокими какими-то, скажем так, нормативами. Надо наслаждаться жизнью и надо, конечно, благодарить тех, кто отдавал свою жизнь за наше сегодня мирное небо. И то, что сейчас делают наши президенты Российской Федерации и Белоруссии, то есть сплачивают наши народы, это очень, конечно, приятно, радостно. И вот мы сейчас присутствуем здесь, и, естественно, это все будет отражаться на нашей сибирской земле, чтобы люди смотрели и имели понимание, что такое братство и что такое союзное государство. Великая перемога объединяет наши народы. Наш обовязок заховать правду про можности и героизм наших протков, заявил керовник в области подчас митингу. Западные политики, пропагандисты и иные пытаются обелить фашизм, пытаются показать его совсем в другом цвете. И, конечно же, наша самая главная, важнейшая задача – показать правду. Показать, что мы действительно потомки воинов-победителей. Показать это нашим детям, внукам, чтобы дальше они чувствовали, что такое мир. И делали все для того, чтобы мы жили в мирной, благополучной, суверенной стране. Символично, что 23 червня 1944 года Советская армия распочала белорусскую стратегичную наступальную операцию «Багратион» и за 68 суток нанесла самое бойное поражение армии фюрера за всю историю Германии. Удельники международного проекта на протягу двухтыдневно-властное в очи побачить и отчують героичные и трагичные падеи из истории той войны, проедуть дорогами памяти и славы. У маршруте «Першых днен» Бялыницкий, Круглянский, Шкловский и Городские районы. Кристина Кранкевич, Юрий Оласцов и Виталь Алексейенко. Новина региона.